вот в каждом народе какая доля той или иной рода или тоже гоплогруппы называют днк генеалогия рот по определению это группа потомка произошедшая от одного общего предка вот это есть рот как деревнях там рот ивановых петровых флоровых фроловых там сидоровых это означает что был когда-то некто фролов или прочие я это его потомки поэтому вот это понятие днк генеалоги то же самое это гоплогруппа это набор потомков кто произошел от одного конкретного человека пусть даже умозрительно он явно был потому что мутация происходит в конкретном человеке они где-то вообще поэтому такая там мутация давшая начало такому-то рода произошла в конкретном человеке так вот последняя часть это все эти таблицы более того эти таблицы перекрестные все источки информации это базы данных сведены в таблице это ну это статьи и прочее то есть это фактически материал конкретный и вот я приведу пример например как когда выводы довольно неожиданные делаются или выводы ожиданные но они спорные потому что если заглянуть ну например там википедию и любую любую другую энциклопедию как правило все народности там есть откройте белорусы пожалуйста есть статья википедии белорусы но дело в том что ни одного четкого указания откуда они произошли нет да общем то быть и не может там всегда набор противоречивых сведений и там так по мнению того-то по данным того-то а то-то сказал и как правило идет отдельным разделом покажем народу идет такая вот компиляция кто что он это чё сказал мы открываем армян вот там написано что армяне произошли от неких мушки а мушки это некая народный пришедшие с запада вот они пришли армяне но правда другие считают что в основе армян было государство урар урар то откуда эти самые армяне произошли и так далее скажем открываем и не вхи не вхи это народность малая которые часть их амурские не вхи а часть холинские не вхи и написано что от них и произошли по по ряду сведений от полинезийцев 6 полинезии пришли народы но может потому что у них пока мерить есть картинки у них треугольные такие шляпы народе ну как ну и полинезии потом у них есть какие-то легенды что они пересекли большую воду но начать полинезии но понятно раз большая вода начать полинезии так вот днк генеалогия ставят здесь на свои места скажем у них никакой полинезии нет и близкая это нормальные сибиряки дальний восток как как у массы совершенно других малых народности сибири просто не все отличаются как правило подвижками друг от друга у некоторых и подвижки больше у одних монголоидные доминируют а других вот это c гоплогруппа а у других n это как неправильно город финно-угорск на какая финно-угорская народы в север где-то финны они еще финны в глаза не видели го и востоке это финно-угорской гоплогруппы естественно нет но таких много заблуждений так вот что касается допустим армян то совершенно неожиданно получился вывод когда мы смотрим армия не очень интересуются сами как прочим и все кавказцы интересуются своими предками своей таскать генеалогии откуда они произошли и вот я когда начинаю раскладывать этих армян то смотрю у них 2 гол 2 главных рода причем один пришел с юга из месопотамии а другой с севера как казалось бы не удивить никаких мужик нет в помине кто там с запада не пришел так вот кто пришел с севера и вот тут выясняется вещь которая когда пишу армянам они в полном восторге и и просто вот но это просто вот никто не мог бы подумать есть такая явная культура еще и называют иногда древняя явная культура это приволжская культура это собственно приволжские степи в частности скажем сейчас любимым местом раскапывать это явную культуру это самарская область и и там раскопали уже много древних скелетов она датируется археологом 5300-4600 лет назад явная культура и это гоплогруппа r1b вот если в россии основная гоплогруппа r1a и в половина r1b только пять процентов такой-то явной культуре это как раз r1b причине просто r1b а там есть специфическая метка и она в каталогах идет как z2103 она присуща именно вот людям пришедшим из сибири и которые вот остановились и образовали явную культуру так вот у армян половина армян имеет метку z2103 если пришельцы из явной культуры это с волги армяне пришли причем поскольку армян то естественно половина мужчин грубой половина женщин так вот у половины мужчин половина пришли из амсопотамии а половина остальная пришла из явной культуры кто мог подумать что волжане предки половины армян и тут никуда не денешься такой метки нет нигде а нельзя сказать что в ирик равенство 58 миллионов нуклеотидов чтобы вот это 2 из 2103 то один нуклеотид изменен из 58 миллионов такого нечто в другом месте где тоже был за 2103 поэтому такие вещи они тут же прослеживаются и получаются интересные выводы и оказывается что оказывается кто-то более-менее угадывал из историков а большинство таскать не в ту степь но в данном случае тут никто даже по моему такое не угадал что они с волги пришли